Статус бомж, словно приговор. Бездомные зачастую остаются один на один со своими проблемами. Реальной помощи им ждать просто неоткуда. Доказательство этому судьба Алексея Нбачева, который живет на улице возле церкви. Квартиры из семьи Алексей Нбачев лишился в 85-м, когда попал в тюрьму. После второго срока вышел на свободу в 2008-м и попытался начать новую жизнь. Устроился работать в рыбсовхоз, там же получил крышу над головой. Прожил так почти три года. Все изменилось этой зимой, говорит мужчина. Двое знакомых избили его, отобрали накопленные деньги и бросили на улице. Целую ночь провалялся, ногу отморозил, ногу обрезали. И эта нога, вторая нога тоже неет. Я не знаю уже, что делать. Четыре с половиной месяца Алексей пролежал во второй городской больнице. Так пережил холода. На прежнее место работы вернуться даже не пытался. Там инвалиду работы не нашлось бы. А куда на работу я встать не могу. Я на костыли даже встать не могу. Помогают обычные люди, говорит Алексей. Сотрудников профильных служб еще ни разу не видел. Вообще никто не приезжал, не интересовался. Не, ну так, помогают, приносят там, покушать там, этот. Деньги кинут, я, ну, лекарства покупаю, сам перематываюсь. А больше нет. Как и многие в его положении, говорит, что готов работать, чтобы изменить свою жизнь. О правдивости этих слов судить не беремся. Но для Алексея это единственный шанс хоть как-то восстановить здоровье. Да, я оступился. Но я, верши, человек, работать могу. Хоть по чуть-чуть, но что-то я могу делать. Сидячую работу, да, базара не могу. Могу делать. Но работу никто не предлагает. И инвалид в отчаянии ждет холодов. Когда похолодает, я не знаю, что делать. Я, наверное, тут и помру. Люди без определенного места жительства в Запорожье могут рассчитывать лишь на периодическое кормление и в отдельных случаях лечение. Ночлежек в Запорожье нет. Так что о крыше над головой Алексей может лишь мечтать. В перерывах между попытками самолечения и подсчетом собранной за день мелочи.